В эфире программа «Радар Спорт» 25 минут все о спорте И его героях о здоровом образе жизни здравствуйте Безусловно, главное спортивное событие минувшей недели Это 19-й международный турнир по вольной борьбе на призы главы Бурятии Предюбилейный турнир собрал 130 борцов из 11 стран мира Из них 17 международников и 63 мастера спорта От Бурятии выступили все сильнейшие борцы Вот сегодня мы находимся в физкультурно-спортивном комплексе И здесь именно идет такая хорошая энергия Здесь спорт, зрелищность, хорошее настроение Жители республики Буряти довольны Поэтому я думаю, что это самое главное Что происходит в нашем самом большом физкультурно-спортивном комплексе И сегодня у нас зал полный Мы очень рады, что идет хорошая пропаганда Пропаганда здорового образа жизни Молодежи много здесь Тех ребят молодых, которые вот-вот не знают в этой жизни, что делать И многие из них находят хороший курс воспитания Воспитание духа Прежде всего, стержня Для чего нужно будет человеку, чтобы достичь больших успехов в жизни В первый день в вечерней программе на ковер вышли сильнейшие борцы Которые разыграли 4 комплекта наград Сразу скажем, что никому из бурятских борцов В первый день не удалось подняться на педестал почета В весе 57 килограммов в финале встретились Якут Виктор Рассадин и Амак Сюрюн из Новосибирска Сюрюн к середине первого периода довел счет до разгромного 10-0 И стал первым победителем турнира В 65 килограммов победил самый титулованный участник этой весовой категории Обладатель трех медалей Гран-при Иван Ерыгин Ахмед Чекаев из Дагестана В упорной схватке одолевший кемеровчанина Мингим Артуй Уол В весовой категории 74 килограмма Красноярец Иса Даутов в середине второго периода Сделал отрыв в счете 15-4 и стал чемпионом Вторым здесь был Иннокентий Иннокентий из Киргизии Единственный представитель Бурятии, который добрался до финала Весить до 97 килограммов Батар Доржиев В борьбе за третье место уступил 7-10 Карапету Арутюняну из Красноярска А в золотом финале Магомед Мусаев из Кыргызстана Оказался сильнее казахского борца Семена Семенова Второй день получился более удачным для бурятских борцов 61 килограмм, на ковер вышли трое наших спортсменов И все они оказались на пьедестале почета В финале сошлись Александр Богомоев и Булат Батоев Схватка получилась скоротечной Батоев ничего не смог противопоставить Искрометной борьбе Богомоевой Через минуту финал завершился победой Александра Он же был признан лучшим борцом турнира И получил главный приз автомобиля Лада Гранта Мы только видели финал Александра Богомоева Как он красиво выиграл молодого нашего земляка Скажем, на ковер выходили два спортсмена Это молодость и опыт И вот болельщики ждали, кто же все-таки возьмет опыт Или, значит, молодость Поэтому, естественно, взял опыт Александр Богомоев с очень таким красивым приемом Контратакой положил чисто на душе молодого Начинающего только сейчас 20 лет ему Булата Батоева Мы очень надеемся на этого парня ближайшим Поэтому я думаю, что борьба есть борьба Спорт есть спорт Победил сильнейший В этом же весе Виктор Банзаракцаев Оказался сильнее Батарху Сух Бояра В весовой категории 70 килограммов В золотом финале встретились Арсалан Будажапов, воспитанник Агинской школы борьбы А ныне студент БГУ И участник Пекинской Олимпиады Монгольский атлет Буянжов Бадзорик К сожалению, Арсалан ничего не смог противопоставить Опытному борцу и уступил со счетом 8-6 В весовой категории 86 килограммов Финальные схватки прошли без бурятских борцов А победителем здесь стал бронзовый призер чемпионата мира Чемпион России Альберт Саритов из Красноярска С небольшим преимуществом выигравший у бронзового призера Гран-при Иван Ярыгин нынешнего года Амара Магомедова из Белоруссии И в самой тяжелой весовой категории до 125 килограммов В шестой раз обладателем главного приза Стал красноярец Александр Белановский В финале одолевший нашего студента БГУ Балдана Цыжипова Еще одним важным итогом международного турнира Явилась договоренность о проведении чемпионата России по вольной борьбе В 2015 году в Улан-Удэ Это озвучил вице-президент Федерации борьбы России Арсен Фадзаев 19-й международный турнир по вольной борьбе Немпризы главы республики ушел в историю Вписав еще одну яркую страницу в летопись бурятского спорта Первую взрослую медаль завоевала наша лыжница Алиса Жамбалова На чемпионате России в Тюмени Алиса выиграла серебро в эстафетной гонке 4 по 5 километров В составе сборной Сибирского федерального округа С подругами по команде Иркутянкой Натальей Шуняевой Александрой Алексеевичниковой И Викторией Каркиной Обе из Кемерова Первые два этапа спортсменки проходили классикой Оставшейся коньком Алиса бежала первый этап и оправдала надежды Передав эстафету Надежде Шуняевой На третьей позиции Которая сохранила это место На третьем этапе бежала Александра Алексеевичникова Улучшившая результат, перейдя на второе место На заключительном этапе Виктория Каркина, неуверенно начавшая дистанцию И пропустив вперед себя несколько лыжниц Ближе к концу трассы на подъеме Показав хорошую физическую форму Вырвала второе место Поздравляем Алису Жамбалову И ее тренера И отца в одном лице Саяна Жамбалова С хорошим выступлением на чемпионате страны Вчера вечером в ФСК Наша волейбольная команда Харамарин Провела очередной матч чемпионата России В Суперлиге среди женских команд С одним из лидеров Амичкой Наши волейболистки под руководством нового главного тренера Заслуженного тренера России Вадима Кирьянова На матч вышли собранные И готовые дать боя мичкам Начало первой партии идет на равных 1-1, 3-2 К середине наши выходят вперед 10-7 Ну а мички не отстают И не дают взять инициативу нашим в свои руки 15-15, 18-18 Разница в один мяч продержалась до конца первой партии 25-25 И гости забивают два мяча к ряду 25-27 и 0-1 Второй сет прошел под диктовку амичек 4-9, 6-12, 11-20 И итоговый результат 15-25 и 0-2 по партиям Уважаемые друзья, директор волейбольного клуба Харамарин Роман Григорьевич Нозик Роман Григорьевич, ну в тренерском штабе Произошла замена главного тренера, да? Сергей Алексеев освобожден от этой должности? Да, освобожден от этой должности И главным тренером назначен? Главным тренером до конца сезона назначен Вадим Кирьянов Кирьянов, который до этого работал в Луче Работал, последние годы работал в Надежде, Серпухов А там контракт с ним заключен только на два месяца Конечно, смена тренера, для этого были очень объективные причины Это не... в команде были уже настолько напряжены отношения Что между игроками, что просто для сохранения команды Не оставалось другого выхода, как отправить Алексеева в отставку Ну и буквально вот 6 апреля мы принимаем безоговорочного лидера нынешнего чемпионата Казанская Динамо Пожалуйста, можете пригласить всех Значит, я приглашаю всех на игру Динамо-Казань Приглашаю всех любителей на этот матч Я думаю, что наша команда не ударит лицом в грязь Потому что сегодня мы видим, что команда живет Команда радуется, игроки во всяком случае Сегодня игроки идут с радостью и удовольствием идут на тренировки Нет того, что было у нас в команде при Алексееве И, в общем-то, надеюсь, что мы еще порадуем своей игрой Любителей волейбола в Бурятии Еще хотелось бы еще раз отметить большой вклад президента клуба То, что делает Лев Алексеевич Солханов для нашей команды И вообще для волейбола в Бурятии Я просто пользуюсь случаем Хочу еще раз выразить ему благодарность И низкий поклон от игроков команды Команда практически не имеет задолженности Ни по заработной плате Никаких мы, в общем-то, только благодаря этому человеку Третья партия получилась тоже напряженной Наши нисколько не уступали одному из лидеров нынешнего чемпионата 4-4, 11-11 В концовке хозяйки выходят вперед 24-21 И, казалось, партия у нас в кармане Но не тут-то было А мячки показали, что не просто так занимают вторую стройку в турнирной таблице И, забив пять безответных мячей, ставят точку в этой игре 24-26 Вот как прокомментировали матч главные тренеры на послематчевой пресс-конференции Узъедну, морам да признам, не баш нашу сжавену игру Успели смо да тримпуемо 3-0 И то нам сигурно много значи за наставок сезона Ну, я и раньше говорил, что льохих игр Русском чемпионате Нета, Солена, Кагниградец, Гастях Так было и сегодня, мы увидели 3-0 Очнича Жало И думаю, что не играли Не играли очень хорошо Результат, я думал, что многим предсказывался Хотя, в общем-то, мы, конечно, надеялись И, в общем-то, наши надежды могли оправдаться Сами видели игру Что первая партия была и могла быть за нами Что третья партия В общем-то, где-то результат мы ввели в партию И мог быть за нами Ну, наверное, где-то в головах еще игроков сидеть Что не готовы они побеждать соперника Который находится на многоступенях выше по турнирной таблице 6 апреля в ФСК Харамарин будет принимать лидера Чемпионата Казанская Динамо Начало игры в 19 часов Поддержим нашу команду Женский волейбол Суперлига Сезон 2013-2014 Команда Харамарин впервые в истории в группе сильнейших Спортсменки из Бурятии вызвали на бой грандов российского волейбола Команда Льва Солханова против мировых звезд популярной спортивной игры Поддержим Харамарин Поддержим честь республики Харамарин Силы побед Это верный наш шаг Что может быть лучше роскошной закуски, изготовленной в лучших народных традициях? Кафе Блинная Матрешка Это возможность отмедать вкуснейшие блины с самой разной и изысканной начинкой Мастера Матрешки точно удивят самыми необычными и вкуснейшими блюдами Кафе Блинная Матрешка В торговом центре Кэпитал Мол на втором этаже Что напротив детского мира Южно-корейские автомобили на дорогах России это привычная картина Они очень надежны, удобны и элегантны Теперь в Улан-Удэ можно без проблем заботиться о своем авто Большой выбор запчастей в наличии под заказ в магазинах торговой компании КМБ Трейд Ваши легковые автомобили, внедорожники, грузовики надежно обеспечены всем необходимым Ежедневно Бабушкина 31А и Лимонова 12А Домашняя сауна сегодня не роскошь, а образ жизни Современная сауна это не только красиво и модно, но и весьма полезно для здоровья Сип Технострой и Мастер Дом предлагают сауны из экологически чистых материалов, из лучших пород деревьев Сип Технострой изготовит вам сауну в любой стандартной квартире или доме Качественно, современно, оригинально Сауны от Сип Техностроя и Мастер Дома Сказка в вашем доме Кафе «Блинная матрешка» Это возможность отведать вкуснейшие блины с самой разной и изысканной начинкой В торговом центре Capital Mall напротив детского мира Уважаемые друзья, мы в гостях у генерального директора группы компании «Титан» Вадима Витальевича Вадим Витальевич, вас поприветствовать, у вас в кабинете Добрый день Вадим Витальевич, помнится мне, мы в декабре у вас интервью брали И вы обещали, что после приезда из Сочи вы ездили в Сочи, я знаю, на Олимпийские игры Что вы обязательно поделитесь с нами впечатлениями Расскажите, как съездили, что посмотрели Да, действительно, мне повезло, очень здорово, так скажем, в этой жизни Поскольку моя мечта существовалась, я прямо говорю, несколько лет мечтал Начиная с Пекинской 2008 года, Олимпиады, прямо запланировал Очень хотел поехать в Сочи, потому что было уже известно, что зимняя Олимпиада будет проходить в 2014 году в нашем российском Сочи Мы запланировали и вот выдвинулись, как раз удачно получилось, что мы попали на вторую неделю, на основную неделю Вместе с закрытием Олимпиады, все там, были там, участвовали, болели, созерцали своими глазами Все наши вот эти вот победы, уже так скажем Потому что, как известно, что именно вторая часть Олимпиады стала для нас победоносной, триумфальной Когда мы вырвали такие, не просто победу, а, наверное, блестящую победу, когда взяли все основные такие самые золотые первые свои места Вот и по медалям, естественно, стали победить Вот там мы были и видели все это, как наши спортсмены побеждали Ну, в первой части Олимпиады наши раскачивались долго, но потом молодцы наверстали Вы на финал хоккея попали? Мы тогда с вами интервью брали, разговаривали, что вы на финал хоккея Не, ну, просто-напросто, были билеты, но пришлось отказаться от финала хоккея, потому что, ну, все подразумевали, что мы имеем билеты на руках И однозначно будем на финале смотреть наших, да еще и, наверное, победу наших Но такое расстройство настало, когда наши все, что можно было в хоккее, проиграли Мы, это самая большая была досада, так скажем, Олимпиада, скажем, наши хоккеисты, те самые заокеанские звезды, так называемые, да Они все нам настроение испортили И люди начали просто звать билеты в массовом порядке, потому что понимали, что наших там не будет Ну, играли, как известно, канадцы, что они и победили, так скажем А мы были на других соревнованиях, и в том числе и на закрытии Ну, по крайней мере, что мне очень сильно понравилось и запомнилось, очень Это Виктор Ан, когда вот на стадионе, когда вот эти золотые медали, одну командную, одну из личных еще взяли Взял, это просто было все на глазах Стадион, было, естественно, битком 12 тысяч мест, все заполнено Когда он стартанул четвертым и начал догонять, обгонять и обогнал, и приходит первым Все встали просто, шум, гам, рев стоит весь стадион без исключения И после этого, когда он золото взял, Виктор объявляет, что поздравляю, вы стали тоже победителями, потому что на этом стадионе зафиксировано самое громкое боление, так скажем, да И шум по децибелам за историю Олимпиады Там есть замеры специальные по децибелам, это рекорд стадиона, но все это еще дополнительный восторг Ну, там невозможно было просто сидеть или там молчать, там, рев был неимоверный Вот это все было на глазах, когда все раскручивается, этот шорт-трек Я впервые, тем более, так вот сидел, смотрел Быстро ездил по кругам, большой Ну, поразительно просто Шорт-трек, это шок-трек получился А для всех? Да, для всех, без исключения Вот, ну, конечно, биатлон, лыжи смотрели Смотрели хоккей, я, кстати, попал, он тоже И когда женщины играли на финал, были билеты, посмотрели Опять же, канадки Канада хоккей всех порвала, так скажем Ну, по заслугам, так скажем Но зато самый главный результат Ну, особо не забываем, конечно, было закрытие, когда на пьедестал выходили наши Три ребята, лыжники, биатлонисты, когда вышли, вот они первые, золотые Весь пьедестал поднимается, три флага, одновременно гимн играется Все встали, весь стадион 40 тысяч фишт, весь стадион стоя стоял Показывали на больших экранах, там было много, естественно, слез, эмоций Гордость застрел Гордость была просто, ну, вот, я говорю, это только там можно ощутить Телевизор-то хорошо и здорово, но ему там не передать этого там Вот это внутреннее ощущение, которое заряд энергии, патриотизмом, гордости за Россию Что все у нас получилось Ну, Вадим Витальевич, у вас тут намечается тоже грандиозное событие Юбилейная байкальская рыбалка Буквально вот 11-12 она уже состоится Как у вас идет подготовка? Подготовка идет, очень серьезная подготовка Потому что тоже мы ее проводим, скажем, в Олимпийский год Именно как совпало и одновременно она юбилейная байкальская рыбалка Десятая по счету Естественно, мы как оргкомитет очень сильно переживаем за это мероприятие И полностью отдаем все свои силы Да и средств немало для того, чтобы мероприятие прошло на самом высоком организационном уровне Тем более, смотревшись на Сочи Нам нельзя ударить лицом Мы вручили мэру Сочи письмо с приглашением на нашу зимнюю рыбалку Именно под эгидой того, что в Олимпийский год Юбилейная байкальская рыбалка проходит на Байкале То же самое будет, уже пришла заявка Команда Сочи приедет со своей атрибутикой, с флагами Что зимний Олимпийский Сочи поддерживает зимнюю байкальскую рыбалку Тоже это очень приятно И сегодня больше двухсот команд уже зарегистрированы Кстати, регистрация продолжается, мы не можем ее остановить совсем В том смысле, что кто-то не успел, кто-то из других городов поздно узнал Кто-то немножечко пропустил срок Ну, просят очень Поэтому в эти дни еще несколько команд планируется Порядка уже 220 команд есть Ну, мы так думаем, где-то и по четыре человека То есть около тысячи человек, участников только выйдет на лед В Турке прекрасная площадка Просто она шикарная со всех позиций Потому что мы проводим уже десятую и знаем Нам есть с чем сравнить Где-то стесненные раньше были условия, где-то дорога не очень А здесь ну просто, вот асфальт тебе, вот тебе Прекрасная песочная площадь огромная, где будет выстроена Уже сцена стоит сейчас, 10 на 20 сцена Огромный там телевизор, ревизионный экран на заднике Рекламные баннера, тут все эти Городок торговый огромный, трап широченный, длинный такой уходит С земли прямо на лед аккуратненько Ну, я думаю, праздник, парковки очень большие для автомобилей Праздник будет самым масштабным за всю историю И просто хочется, чтобы все люди, которые живут не только в республике Но и, наверное, весь Байкальский регион, да и из других регионов России Обязательно посетили это мероприятие Потому что по уровню проведения, конечно, таких мероприятий на Байкале еще никогда и нигде не было Даже не поучаствовать, просто посмотреть Даже посмотреть Но я видел, у вас возле Мега Титана стоит главный приз Автомобиль Toyota Land Cruiser Да, это Land Cruiser Просто было задумано, что все автомобили практически уже были от Жигулей до Лада У вас Хантер был, потом Рено Там разные были автомобили в разные годы Но, естественно, так как юбилейная рыбалка, то это что-то должно было быть особенным Мы обратились ко всем нашим партнерам О том, чтобы все-таки пойти на особый какой-то приз И единогласно было решение, конечно, вот эта вот обновленная модель 70-го Крузера Именно так вот, таежная, да, модель 076-я Принято было решение ее приобрести Она больше двух миллионов стоит Но это новый автомобиль со всеми наворотами, дефлоки Все-все, что там положено, что для джипов внедорожника Все там есть Ну и другие призы хороши Второй приз – это снегоход Yamaha Третий приз – это мотор лодочный Suzuki 30-ка Четвертая лодка – там «Адмирал» Дальше там пошли бензобур, GPS-ы, электростанции 10 главных призов Для женской команды у вас там приз какой-то особый есть, да? Кстати, вот если генеральным партнером выступил у нас группа компаний «Метрополь» То женская команда тоже задавала здесь вопросы А женщинам что делать? Это трудно же с мужчинами? И вот наши партнеры «Сибирь Тур» Туристическая компания Также свой вклад вынесли И сделали предложение И оформили уже путевки на 4 человека 4 женщины Победительницы поедут в Таиланд Отлично, отлично Вадим Витальевич, пожалуйста, всех желающих прогласите 11-12 во сколько, где там? Так, у нас 11-12 два дня То есть все команды обязательно должны быть прямо 11-го числа там Для регистрации, для жеребьевки, для построения и выдачи всех необходимых на руки Там документов, там сопроводительных пакетиков там разных Даже продукт, даже продовольственные наборы мы будем рыбакам выдавать Вот так Это обязательно Ну так же будет концертная программа Поэтому если кто-то есть желание приехать пораньше, пожалуйста, приезжайте 11-го А вообще главный день, конечно, 12 апреля 8.00 старт зеленой ракеты И все рыбаки выходят на свои участки и делают из своего участка все, что им захочется, так скажем Ну, спортивным способом имеется в виду Это ручной ледобур, удочки по две мушки, бормашить, там, ну, все виды оснасток и все прикормки Все участвуют, так скажем Вот А на берегу будет организована, скажем так, огромная наша, так мы называем, поляна На которой будет прекрасно, возможно, провести время Будет много торговых палаток, павильонов разных там, выставочных и так далее Где можно, естественно, шашлыки, там плов будет, ползы и бузы Все, что угодно, одним словом, скучно не будет Там есть одна оговорка, очень важная, конечно, алкоголь продаваться не будет, даже пиво Поэтому делаем такое тоже заявление о том, что мероприятие спортивное Поэтому, естественно, надо принимать как должное это, чтобы все-таки мы провели этот праздник вот так культурно И по-спортивному, чтобы жизненная радость была больше, скажем так, от общения с Байкалом От общения друг с другом, от общения с рыбалкой Не обязательно, я говорю, быть большим рыбаком Надо просто любить Байкал, так скажем И вот эта уникальная возможность посетить Байкал в таком вот такой обстановке дружеской, где все организовано Я считаю, что надо обязательно бросить все свои возможные дела или мероприятия И приехать провести один день хотя бы на Байкале Мы его хоть и называем зимней рыбалкой На самом деле она весенняя, теплая погода будет, смотрим по интернету, плюс 10 в этот день Лед еще очень крепкий, метр толщины Поэтому, дорогие друзья, рыбаки, любители Байкала, приезжайте Никто не останется равнодушным, никто не останется недовольным Все получат заряд бодрости, энергии и радости от общения с Байкалом и друг с другом Уважаемые друзья, я еще раз напомню Генеральный директор группы компании «Титан» Вадим Витальевич Бредний Вадим Витальевич, вам успешного проведения Спасибо, до встречи на льду Байкала 11-12 апреля Уважаемые друзья, очередной выпуск программы «Радар Спорт» подошел к концу Прощаюсь до следующего четверга И помните, кроме высшего образования, нужно иметь хотя бы среднее соображение И как минимум начальное воспитание До свидания Субтитры создавал DimaTorzok